Всем привет! Сегодня давайте поговорим о корейском уходе, точнее о азиатском, потому что одно средство будет из Японии. Если вы меня спросите, Оля, откуда такой сумасшедший интерес к корейскому уходу, то, во-первых, это очень модно, во-вторых, эта мода докатилась до меня, а в-третьих, я купила одно, второе, третье, в общем, пятое, десятое средство, и я в полнейшем в восторге. Это новые для меня текстуры, это новые составы, это просто, не знаю, какая-то страсть. Это не значит, что я сейчас перейду полностью на корейский уход, я накупила много разных флакончиков, пока что у меня не созрел план нанесения, я не могу пользоваться всем сразу, но потихоньку буду что-то внедрять в свой уход. Пока что я очень-очень довольна. Давайте начнем с того, что уже давно мои косметички, и, девчонки, я покупала средства по отзывам, что-то попало ко мне случайно, потом я открыла для себя канал Марии Серд, это девушка, которая является специалистом в корейской косметике, и мой виш-лист постоянно и регулярно пополняется, она, мне кажется, перепробовала все, что только можно, я смотрела ее видео в захлеб, потому что я люблю смотреть обзоры, когда не просто кто-то говорит, что вот это классный крем, она прям, так, знаете, щепетильно подходит к выбору средств, она разбирает составы, и для меня ее видео являются очень познавательными, я искренне желаю развития канала, обязательно посетите, поставьте лайк ее видео, потому что она действительно этого заслуживает, и вообще сейчас алгоритмы YouTube не позволяют очень многим каналам развиваться в таком темпе, как они вот должны, как мне кажется. Это была не реклама, если что, просто это действительно очень качественный контент, и я купила несколько средств по рекомендации Марии, и вот прям очень-очень довольна. Я вам уже показывала это средство от марки COSRX, это гель для умывания, я использую его утром, он не сушит кожу, он не пенится, наверное, потому что у нас стоят мощные фильтры, это раз, а во-вторых, очень многое зависит от типа кожи, от того, как вы наносите средство, я его просто аккуратно распределяю по всему лицу и использую щетку, и у меня пены нет, я запаха не ощущаю, может у меня что-то с обонянием, но я обожаю это гель на умывание, он бережно очищает лицо, не пересушивает его, конечно, если у вас очень жесткая вода, то может возникнуть дискомфорт, но я по себе ничего такого не замечаю. Следующий мой must-have, это патчи под глаза от бренда Petite Fee, они меня спасают в те дни, когда я очень мало сплю, или во время женских дней, или перед ними, в общем, целый месяц, это просто моя палочка-выручалочка, если вдруг утром что-то не так, то под глаза наклеила, все замечательно, через полчаса свежачок, у меня последняя баночка засохла, слишком редко ими пользовалась, поэтому теперь жду, когда ко мне приедет очередной заказ из iHerb, они часто там out of stock, то есть распроданы, я подписываюсь на уведомления, и без проблем их вылавливаю, следующее средство корейского производства моей косметички, по-моему, я подсмотрела его у Вики Моисеевой, сейчас уже могу ошибаться, в общем, это более люксовый бренд, который называется Sulvasu или Sulvasu, все произносят по-разному, и он славится своими составами, это сыворотка, которую мы наносим в качестве первого средства после умывания, демакияжа, это, как бы его назвать, такая концентрированная растительная вода, то есть очень-очень что-то жидкое, и я помню, что в составе, ну это просто бомба, там столько растительных экстрактов, там даже нет воды, я бы назвала вот эту штуку иммунитетом для кожи, благодаря вот этой вещи у меня вообще нет никаких шелушений, кожа не пересыхает для заживления, против прыщей, в общем, от всего и сразу, и действительно, этой зимой все гораздо лучше, чем год тому назад, и не знаю, как она работает, она быстро впитывается, то есть как, не знаю, я это ощущаю, но это балансирующее средство, и большинство корейских штук для меня не совсем понятны, то есть я выбираю что-то, исходя из того, что оно должно делать, исходя из того, какой состав, но, честно говоря, смотришь на консистенцию, думаешь, сейчас как намажусь, у меня вообще будет ощущение пленки, нет ничего подобного, очень интересные, захватывающие средства в Корее, и я почему-то решила сразу купить не самые дешевые средства для того, чтобы что-то там попробовать. Девчонки, дальше в нашей Сифоре на распродаже я купила вот эти яичные тканевые маски, это марка Too Cool For School, здесь было 6 масочек, и раньше я думала, что все тканевые маски это полное буфло, извините за выражение, пока я не попробовала вот эти, особенно когда я начала использовать кислотные пилинги, где-то на второй, третий, четвертый день кожа слегка шелушится, она более уязвимая, раздражительная, не каждый плотный крем хорошо действует и может даже лежать маской, и вот это просто спасение для меня, особенно мне понравились, здесь вот в наборе были увлажняющие, стягивающие поры лежат где-то, ждут своего часа и подтягивающие, и увлажняющие мне как-то больше всего понравились, она настолько пропитана эссенцией, и кожа становится мягкой, бархатистой, такой вот как будто плотной, при этом она абсолютно неутяжеленная, и сама по себе маска выполнена из плотного материала, то есть это все настолько комфортно, она идеально ложится, мне кажется у меня довольно стандартные пропорции лица, именно для европейского типа, не учитывая огромных глаз, и иногда, когда я покупала азиатские маски, то, что у меня не помещались глаза, это мои проблемы, но, к примеру, расстояние между губами и глазами тоже, ну, как-то не соответствовало, вот эти маски, это просто находка, я буду покупать снова и снова, они стоят каждой копейки, а у нас в Сифоре бывают скидки 50% на них, поэтому буду теперь выжидать. Следующее, что мне очень сильно понравилось, это патчи против прыщей, точнее для прыщей, когда вы видите, что что-то назревает, просто приклеиваешь вот такую штучку небольшую, и он как будто начинает гаснуть к утру, и вот эта вот штука очень хорошо держится, то есть это как пластырь такой прозрачный, иногда, когда у меня просто что-то ужасное на лице, я могу его наклеить и без проблем отправиться куда-то в город по своим делам, я абсолютно не комплексую по поводу своей внешности без макияжа, но иногда бывают такие дни, что как бы не очень, и тут уже ничего не поможет, пластырь наклеила и вперед. Дальше моим открытием стала марка Benton, я влюбилась без памяти, средства из их основных линеек сейчас ждут весны, потому что для нашей зимы их недостаточно, для сухой кожи, это какие-то мои личные наблюдения и впечатления, но я с удовольствием сейчас пользуюсь их кремом, для увлажнения кожи, именно на день наношу его, и вот это средство с алоэ и прополисом оказывает такое заживляющее действие, если я вижу, что у меня какие-то шелушения появились, если, особенно если я что-то надавила на лице, я все пытаюсь с этим справиться, и я понимаю, что мне надо сделать ногти покороче, потому что, ну, к сожалению, это уже какой-то нервный тик, наверное. Что-то, что я купила по совету Марии, это марка Dear Klairs, я еще очень хотела приобрести их улажняющий тоник, сейчас жалею, что не заказала, это очень базовый улажняющий крем, господи, он настолько легкий, он подходит и для дневного применения, и для ночного, я уже где-то неделю, наверное, им пользуюсь. Хочу вам сказать, что все корейские средства безупречно сочетаются между собой, поэтому они как-то даже искореняют все то, что у меня есть, потому что вот нанесла все там корейские, не знаю, сыворотки, тоник, чего я только не мазала на себя, и поверх, к примеру, крем Дорфан, оно все раз скаталось, то есть надо все как бы тщательно подбирать, это легкая текстура, но он так классно увлажняет, он не забивает поры, и он подойдет даже для использования поверх кислот, по-моему, Маша говорила, что здесь классный состав, я еще не все изучила, но я хочу вам сказать, что вот это первое средство, которое я сразу побежала бы и купила бы, еще захватила бы их увлажняющий тоник, и что-то, что многие, очень многие хвалят, это сыворотка от марки Миша, которая называется Time Revolution, это ночная сыворотка, и говорят, что она один к одному, и по составу, ну, может, по составу они близки, но подействует один к одному, как Estee Lauder Advanced Night Repair, она у меня была, я сейчас всегда использую их сыворотку под глаза, в ней есть 4 активных фермента, которые помогают всем активным ингредиентам проникать еще глубже, сама по себе баночка выглядит очень люксово, и текстура у нее слегка такая, ну, как вам сказать, тягучая, что ли, вот, надеюсь, вам видно, и при нанесении кажется, что она такая маслянистая, но для ночного применения, буквально там через 10 минут, все впитывается, я уже готова наносить увлажняющий крем, но если у вас жирная кожа, вы, в принципе, можете обойтись только этим, то есть, какую-то сыворотку с кислотами, может, под низ, или просто тоник, и вот этот тоник, эссенцию, я уже сама скоро в этом во всем запутаюсь, но это одно из тех средств, которые я бы однозначно купила, утром кожа просто цветущая, и нет никаких заломов, вообще, это настолько легкие текстуры, ложишься, как бы, ну, легкое увлажнение, утром ты понимаешь, что кожа мягчайшая, никакой гната, такого уже не будет, но все равно я очень-очень довольна. Дальше я решила вернуться к гидрофильному маслу японского производства, это бренд Shu Uemura, сейчас они без проблем доступны в России, я не подскажу, как в Украине, но я вижу разницу, когда я пользуюсь им и чем-то другим, и если раньше я была не уверена, сейчас добиваю свое масло от Beyond, и с удовольствием вернусь к этому, все-таки они знают толк в демакияже, не зря они настолько популярны во всем мире, есть много версий, я решила взять вот эту повторно, она у меня, она, оно уже у меня было, и потрясающе просто справляется с демакияжем, и кожа как будто уже с уходом, после того, как я все смою. И, девчонки, не совсем понятное для меня средство, я просто забросила его в корзину, думаю, ладно, раз уж делаю большой заказ в Корее, на Style Korean было чуть дешевле, поэтому взяла Сульвасу, очередное средство это эмульсия, я пробовала делать так, наносила вот это, дальше сыворотку Миша, потом эмульсию и крем, и утром, как будто я после какого-то спа ухода, есть один небольшой момент, здесь тоже классный состав, я открыла сначала, такая вся довольная, что это тоже стекло, баночка такая тяжеленькая, и потом был сюрприз, как бы не ждали, да, не ожидали, но помпы нет, а средство само по себе не это самое, не хочет доставаться, то есть надо вот прямо вот так вытрясывать оттуда, и на минуточку, это люкс, есть определенная система ухода за лицом, которая предполагает нанесение 10, а то и 12, 15 средств, к примеру, в вечернем ритуале или в утреннем, и сейчас появился новый тренд, который называется диета для кожи, то есть использование минимум средств с максимальным эффектом, и я наткнулась на марку, которая называется, господи, Pyunkang Yul, не критикуйте, пожалуйста, очень сильно, потому что я в корейской косметике, можно сказать, новичок, и эта марка была разработана для аллергиков, для тех, кто плохо реагирует на богатые, такие длинные составы, и некоторые их средства состоят из 15-7 компонентов, я для себя выбрала их эссенцию тонер, то есть это такой обогащенный тонер, который должен хорошо увлажнять кожу, мне нравится скромная, слегка такая даже аптечная упаковка, и второе средство я еще даже не открывала, это, забыла, увлажняющая серум, просто я давно все заказывала, и посылка лежала, и ждала своего часа, в общем, это интересное средство, которое я буду использовать весной, и я даже читала, или смотрела, что их надо наносить определенным способом, то есть вбивать, только тогда они работают, если их начинаешь размазывать, втирать, то они остаются таким липким слоем на лице, ну и вообще какая-то чепуха, пока что не пробовала, пользовалась только тонером, и я мазалась сразу несколькими средствами, поэтому, чтобы что-то конкретное сказать, мне понадобится время, а вообще, слышала, что эти средства лучше использовать в теплое время года, и заказала их на весну, в конце покажу несколько масочек, я пока что пользовалась только одной из них, вот это от Skinfood, рисовая маска, я увидела ее в Сифоре, и решила, надо брать, она выглядит как, не знаю, пудинг, с перемолотым рисом, пахнет очень приятно, такой кремовый аромат, и, не знаю, по-моему, я ее съела, нет, нет, на вкус, вкуса никакого нет, вот, может, на помаде осталось, еще взяла несколько тканевых масок, честно говоря, пока я оформила свой первый конкретный заказ, такой большой, я уже устала разбираться, какие-то из них мне положили в подарок, здесь одна маска от бренда Misha, с жемчугом, то ли отбеливающая, то ли увлажняющая, Liders, и покупала также что-то с ласточкиным днездом, просто я сейчас практически каждый вечер стараюсь пользоваться тканевой маской, и эффект на лицо, кожа действительно светится, она такая увлажненная, ей много не надо, здесь Tony Moly, с авокадо, у меня, кстати, по-моему, не было этих масок, или я о чем-то забыла, и очередная маска от Tony Moly, будем пользоваться, и то, что мне очень сильно понравилось, я пользовалась этой маской от Misha, из линейки Super Aqua, уже два раза, наносила ее на все лицо, и раньше все увлажняющие маски, именно ночные, были очень липкими, они ощущались, и где-то час мне надо было для того, чтобы они впитались, и потом я спокойно могла лечь спать, эта маска, она легкая, она как будто кремовая, но когда начинаешь ее распределять, она тает и превращается в такой, ну, прозрачный гель, я сейчас очень много нанесла на руку, но она вообще очень комфортная, и утром просыпаешься, эта кожа очень увлажненная, она приятно пахнет, она, по-моему, со слизью улитки, в общем, слушайте, если у вас есть свои фавориты, пожалуйста, напишите мне, и если вас не затруднит, чуть более подробно, какой у вас тип кожи, и чем вы пользуетесь, почему вы выбрали то или иное средство, или что в нем такого интересного, я с удовольствием буду покупать еще, пробовать все, потому что это восторг, просто восторг, азиатский уход, это бомба, и я слышала, что существуют разные типы старения кожи, и не все подходит нам, европейцам, поэтому, опять-таки, есть более и менее популярные средства среди нас, и что еще, у меня есть база сияющая, от Хеймиш, с неоцинамидом, который стимулирует выработку коллагена, уже заговариваюсь, потому что четвертое видео сегодня снимаю, вот, и стягивает поры, как будто еще лучше, кожа такая увлажненная, и убирает пигментные пятна, где она есть, с ней кожа очень комфортна, она не выглядит жирным блином, эта база не подчеркивает поры, она дает очень красивое сияние, вы можете использовать это средство как хайлайтер, здесь есть SPF 50, что еще можно хотеть, девчонки, на этом буду заканчивать, хоть вы видите, что восторгу нет предела, я с этими банками ношусь туда и сюда, но просто это то, что мне сейчас очень интересно, то, что меня захватывает, наверное, я просто бьюти-маньяк, все, спасибо, что посмотрели это видео, всех целую, обнимаю, пока-пока,